МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Где сильнее перегрузки? В Ауди Р-8 или в ЯК-54? Самолёт по цене автомобиля. Деньги на ветер. Зачем владелец вертолёта стоимостью полмиллиона долларов в свободное время крушит над лесом? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое сравнение приходит на ум, когда думаешь о быстром, спортивном, крутом автомобиле? Космический корабль, самолёт? Неудивительно. Ведь всем хочется вырваться из пробок, отвлечься от проблем, не видеть на горизонте никаких препятствий и получить удовольствие, сравнимое с полётом. Спортивный автомобиль – удовольствие не из дешёвых. Но надо сказать, это не единственное увлечение, способное потешить самолюбие и дать почувствовать ощущение свободы на вкус. Взять для сравнения хотя бы самолёт. Многие сразу скажут, что частная авиация в России – это что-то из области фантастики. Но вы даже не представляете, сколько людей готовы поспорить с этим, и сколько лётчиков и самолётов готовы доказать, что малая авиация живёт и развивается. Яркий тому пример – предстоящий чемпионат мира по высшему пилотажу, который пройдёт в июне в Подмосковье. Роман Овчинников и Максим Савельев приезжают на аэродром, тренируются, выполняют индивидуальную программу и групповые полёты. Всё это не только элементы подготовки к авиашоу. Те ощущения свободы, которые ты испытываешь в спортивном самолёте, оно интересно каждому человеку. То есть, когда самолёт отзывчивый, когда он идёт за рукой, за ручкой управления, за ногами, то есть, когда он откликается, ты получаешь незабываемое удовлетворение от полёта. Мне бы хотелось, чтобы малая авиация развивалась по всех направлениях, совершенствовалась. Я считаю, что развивать одно направление какое-то было бы неправильно. Согласитесь, для многих автомобиль далеко не просто средство передвижения. Одни совершенствуют своё мастерство в управлении, для других важнее, как выглядит предмет их увлечения. Ауди Р8 – это пример как раз такого авто, который покупают не для того, чтобы повседневно ездить по городу. Десятицилиндровый бензиновый двигатель позволяет развить 316 км в час. Алюминиевая рама крепче и легче стальной. Всё это вкупе позволяет машине отвечать самым высоким требованиям водителя. На таких авто не принято стоять в сторонке. Отточенное управление благодаря полному приводу, ошеломляющий набор скорости, в конце концов, само чувство обладания этим автомобилем вызывает восторг. В городе это определённый статус. На трассе возможность доказать, чего ты стоишь вместе со своим автомобилем. Одним своим видом Ауди Р8 бросает вызов скорости, мастерству, адреналину. Словом, всему, про что говорят, это реально круто. Где же измерить потенциал такого автомобиля? У модного клуба на шоссейно-кольцевой трассе? Наверное, всё же самые яркие впечатления получаешь на аэродроме, где можно сравнить увлечения автомобилями и авиацией. Здесь размеры дисков, креативный стайлинг и высота спойлера – не повод для хвастовства. Конечно, от технических характеристик самолёта тоже зависит многое. Но главное – в умении, опыте и фантазии пилотов. Ведь зачастую они сами придумывают фигуры высшего пилотажа. В малой авиации каждый находит своё. Одни только учатся летать, для других – авиация просто хобби, для третьих – образ жизни. Совершенно так же, как водители на машине, получив права, они совершенно новички. В процессе всей жизни ездят, попадают в разные ситуации, что-то выносят для себя из этих ситуаций. То же самое и здесь. Всю жизнь человек учится так же и летать. Самые важные особенности спортивного самолёта – небольшая масса и высокие аэродинамические качества. Благодаря этому, лётчики могут совершать длительные полёты с большими перегрузками. Самолёты для трюков в воздухе прочнее и маневреннее других. Як-54 – современный российский самолёт, если так можно выразиться, для пилотов продвинутого уровня. Девятицилиндровый двигатель в 360 лошадиных сил позволяет выполнять на нём весь комплекс фигур высшего пилотажа. При этом на нём можно отправиться и в небольшое путешествие – километров на 600. Спортивные самолёты изначально сконструированы для выполнения пилотажа. Як-54 – небольшой по размерам моноплана, который развивает скорость до 460 км в час. Его взлётная масса – 990 кг. Этого удалось достичь за счёт снижения веса бортового оборудования, установки пустотелых ресорт-шасси и применения на спинных парашютах. Парашют, на нём я буду сидеть. Шапку сниму, чтобы был лучший обзор, чтобы видеть, что происходит здесь, на земле. В спортивных самолётах очень важен хороший обзор. Это необходимо при групповых полётах и при выполнении фигур. А ты подгонишь их? Да, конечно. Эти ремни должны быть прямо с тобой заодно, чтобы ты чувствуешь, что ты как бы приклеен к креслу. Этот моноплан выпускают небольшими партиями, но поклонников у машины хватает. Як – простой и послушный самолёт, поэтому он доступен новичкам. Отличная управляемость и колоссальные возможности делают его интересным для профессиональных спортсменов. Як-54 – такая машина, которая с своими особенностями взлёта, посадки, ограниченной видимости в этих режимах. Поэтому этот самолёт держит всё время в напряжении и не даёт расслабиться. Всё-таки техника прогулочная, это немножко другая. Надо сказать, что с земли все эти трюки выглядят завораживающе. Самолёт взмывает ввысь до тех пор, пока хватает мощности двигателя, выполняет сваливание через крыло, вращается вдоль своей оси, движется по непредсказуемой траектории. Со временем пилоты рассодориваются. Прямо пропорционально этому возрастают перегрузки в кабине. Серёжная посадка, мне кажется, на любом самолёте после таких фигур высшего пилотажа покажется детским лепетом. Потому что то, что я испытал в этом полёте, я не испытывал никогда. Чтобы подняться в воздух, а тем более управлять самолётом, нужно быть здоровым и иметь хороший вестибулярный аппарат. Последним меня природа не наградила, поэтому, когда перегрузки резко прекратились, мне стало не по себе. Серьёзные требования предъявляют и к воздушному судну. Оно должно быть полностью исправно и готово к полёту. С автомобилем в этом плане дела обстоят немного проще. К поездке за рулём никто никаких требований не предъявляет. Хотя, чтобы управлять спортивным авто, нужно иметь опыт и хорошую реакцию. Теперь я могу сравнить впечатления от полёта на Як-54, на котором лётчики показали мне азы высшего пилотажа, с эмоциями, которые я испытал, управляя этой Audi R8. Супермощным спорткаром, который может развить скорость в 10 км в час за 8 секунд. Когда я спустился на землю из кабины самолёта, у меня подкашивались ноги, а внутренние органы, кажется, ещё были в состоянии невесомости. Этот транспорт нам привычнее. Хотя, после размена второй сотни, перегрузки тоже не детские. На первый взгляд, автомобиль более универсальный транспорт, чем самолёт. Научиться ездить не так сложно, как пилотировать. По всем автодорогам можно передвигаться без особых согласований. Автомобиль можно ставить под окном своей квартиры. А чтобы добраться из точки А в точку Б, необязателен аэродром. Но это на первый взгляд. В мире самолётов всё не так сложно, как кажется. Самолёт по цене автомобиля. Деньги на ветер. Зачем владелец вертолёта стоимостью полмиллиона долларов в свободное время кружит над лесом? Говорят, те, кто полюбил небо, навсегда остаются преданными полётам. Поэтому всё чаще самолёты приобретают как обычное транспортное средство, чтобы учиться пилотированию, путешествовать, летать по делам. В Америке даже есть понятие «сто-долларовый гамбургер». Суть в том, что люди специально летят в соседний город или в другой штат. Конечно, не за булочкой с кунжутом, а ради полёта. К сожалению, мало кто летает на длинные маршруты. Буквально этих людей можно по пальцам пересчитать. В основном, это полёт в районе аэродрома. Большинство людей – пилотаж. В этом, естественно, свой есть кайф. Но мне больше нравилось и нравится полёт по маршруту. Однажды у Андрея Иванова появился вжиг. Так он назвал двухместный самолётик «Цесна-150» 1968 года выпуска. Привёл его в надлежащее состояние и стал путешествовать по России. Как правило, пилоты сами следят за своими самолётами и сами борются за своё право летать. Главные препятствия на Земле мы сейчас всё больше успешно преодолеваем. В прошлом году нам открыли небо для более-менее свободного перемещения по нему. Но проблем, конечно, ещё и много. Например, территория запретных зон, три четвёртых части Московской воздушной зоны – это запретные зоны для полётов в воздушных судов, всякие зоны ограничения. Вот сейчас это главная помеха, которая тоже потихонечку-потихонечку начинает устраняться. По новому законодательству передвигаться на самолёте стало значительно проще. Сейчас достаточно подать уведомления по телефону или через интернет за два часа до полёта. Пусть существует много проблем при передвижении по России на небольшом частном самолёте. Но уже сегодня можно сказать, что это хоть и дорогое увлечение, но по затратам его можно сравнить с владением престижным автомобилем. А уж удовольствия будет явно не меньше. Двух-трёхместный подержанный самолёт в хорошем состоянии в России стоит от полутора миллионов рублей. Цена за курс обучения начинается от 200 тысяч. Впрочем, если у вас есть свой самолёт, это обойдётся дешевле. Можно сравнить с 90-ми годами, когда в Россию стали поступать иномарки первые. Люди их сами ремонтировали, сами поддерживали. Новых машин было крайне мало, были бы ужины. Вот что-то подобное с авиацией сейчас происходит. Хранить самолёт можно на любом аэродроме, в ангаре или на открытой стоянке. Его необходимо привязать каким-то грузом на земле и зачехлить от солнца и осадков. Если в ближайшее время вы не планируете летать, машину можно разобрать и хранить в гараже. Но полагаться в этом надо на свои силы. Сервис в нашей стране не налажен. Общая база аэродромов несколько тысяч. Но из них действующих аэродромов, их, наверное, сотни. Сейчас всё больше и больше становится таких людей, кто выкупает эту землю с полосой, начинает её поддерживать, обслуживать, ремонтировать асфальт. И стараться обеспечить хотя бы топливо и какую-то стоянку-ночлег. Что самое важное для малой авиации. Обычно аэродром представляет из себя взлётно-посадочную полосу, будку диспетчера и ангар. Впрочем, ни ангара, ни диспетчера может и не быть. Что уж говорить о заправках, кафе и гостиницах, которые необходимы в дальнем путешествии. Мой самолёт можно эксплуатировать на автомобильном бензине, поэтому мне было попроще. То есть, либо на аэродроме меня заправляли, либо банально ездили на заправку, покупали топливо. Ну, естественно, выбирали заправку получше. Друзья выручают в основном. То есть, если что-то такое происходит, то, конечно, в случае чего всегда можно самолёт разобрать, погрузить в фуру и привезти домой. Ну, как и с отмашины. Если что-то сломалось и невозможно починить, ну, на эвакуатор грузишь и поехал. Взлёт и посадка где-то оплачивается, где-то нет. На многих аэродромах она бесплатна для пилотов, которые не зарабатывают на полётах. В больших аэропортах приходится оплачивать стоянку и работу метеорологов. Например, в московских аэропортах цены просто фантастические. А в Пулково люди прилетают и ставят на стоянку свои самолёты. Страна просто огромная. То есть сейчас многие люди ездят за границу отдыхать, при этом совершенно не зная своей страны. А если посмотреть, у нас на север можно лететь. Это и Питер, и Петрозаводск, вся Карелия. Там необыкновенная красота. Про Дальний Восток я просто молчу. То есть это, я считаю, будут люди. Много летать там, места необыкновенной красоты. Да, сложно сейчас долететь туда. В принципе, такой перелёт – это уже там маленький подвиг на Дальний Восток. Но туда надо стремиться. Этим летом Андрей Иванов отправился на юг. Ночевал на маленьких аэродромах в палатке, сам обслуживал самолёт и успешно добрался до Чёрного моря. Теперь его самолёт в ЖИК знают все авиаторы в России. Эти самолёты принадлежат гражданам. Граждане на них передвигаются. И этим гражданам не нужны дороги. Дорога имеет на начало и конец, и километр дороги не ведёт никуда. А километр взлётной полосы открывает вам весь мир. И доступным становится очень многое и очень для многих. Деньги на ветер. Зачем владелец вертолёта стоимостью полмиллиона долларов в свободное время кружит над лесом? Малая авиация всегда была полезной и удобной. Проворные самолёты несли службу в пожарной охране, МЧС, работали в санитарной и сельскохозяйственной авиации. Но в какой-то момент об их пользе попросту забыли. Небольшие аэродромы закрывались один за другим. Взлётно-посадочные полосы с течением времени приходили в негодность. Для авиации общего назначения самая главная задача сейчас в нашей стране – это развитие. То есть нас крайне мало по сравнению со всем остальным цивилизованным миром. Наша авиация составляет около двух тысяч бортов на огромную страну, которой она нужна, в общем-то, как воздух. Для сравнения, в Америке около 240 тысяч частных бортов на территорию в два раза меньше, а у нас две тысячи на территорию в два раза больше. Сейчас сложно представить, что какая-то служба на земле может обойтись без автомобиля. Повернуть ключ в замке зажигания привычно, как почистить зубы. Удивительно, но задача быть массовым занятием стояла и перед авиацией. Добиться широкого распространения и всеобщего признания в советское время помогали аэроклубы. У них цель была одна – собрать как можно больше людей вокруг авиации. Чем больше людей в ней участвует, тем легче. Одного человека заинтересовало, он пошёл потом в транспортную авиацию. Кого-то заинтересовало, стал линейным пилотом. Кого-то заинтересовало только высший пилотаж, он пошёл в направлении на спорте. Сейчас, на сегодняшний момент, такой же толчок, развитие всем направлениям, может дать именно популяризация авиации малой и авиации общего назначения. За счёт, пусть даже маленьких, маломощных самолётов. Просто большое количество людей, которые придёт благодаря этим самолётам, недорогим полётам, приток людей в авиацию, безусловно, даст толчок к развитию во всех направлениях. Согласитесь, разговоры о популяризации частной авиации будут бесполезны, если не рассказать о том, как эти ребята и эти машины могут выручить в трудную минуту. Деятельность поисково-спасательных отрядов не слишком-то популярна. Жители больших городов даже не задумываются, что в 21 веке можно потеряться в лесу. Действительно, в эпоху мобильников, GPS, навигаторов это кажется невообразимым. Но, к сожалению, это совсем не так. Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» всё время кого-то ищет. Люди теряются, а к ним обращаются за помощью. Сотни людей, когда пропадает, неважно, ребёнок или взрослый, но чаще, естественно, на поиски детей собирается огромное количество добровольцев. И когда люди часами тратят время, например, чтобы прочесать поле с высокой травой, они могли бы более сложные места проверять. У них уходят часы на проверку, а эти часы играют не на состояние здоровья, не на жизнь потеряшки. А с самолётом или вертолётом можно такие вот места осмотреть буквально за 5-6 минут. На первый взгляд кажется, что нам далеко до того, чтобы это стало системой. Но ведь пилоты, которые собрались здесь, на учениях, уже помогают в поиске людей. Они за свой счёт в своё свободное время откликаются на тревожный сигнал СОС и подключаются к поискам. Если в других странах такие движения, как цивил-аэропатруль в Соединённых Штатах, например, насчитывают свою историю уже с 41-го года, вот когда-то в начале той войны частные самолёты брали на борт глубинные бомбы и патрулировали побережье Соединённых Штатов. И с тех пор они ушли, конечно, далеко вперёд. Вот сейчас мы всё, что можем сделать, это помогать искать пропавших людей. Я считаю, что это, как граждан, наша непосредственная обязанность просто, когда мы имеем такую возможность. Территорию разбивают на квадраты. Пилоты по определённой траектории прочесывают местность с воздуха, пока им позволяет запас топлива и метеоусловия. Внизу работают подготовленные внедорожники, квадроциклы и пешие группы. В спасении людей, когда жизнь идёт на часы и минуты, самолёт с наблюдателем на борту, способный охватить большую площадь, незаменимая вещь. Буквально на днях мы в Тичинском районе, Подмосковье, мы искали мальчика пропавшего. Достаточно успешно закрыли несколько квадратов, но мальчик нашёлся в другом месте. Ну и слава богу, мы не переживаем, что мы его не нашли. Мы радуемся, что мальчик нашёлся. Самолёты со специальным поисковым оборудованием широко применяются в мире. Знаменитый Тегнам ММА может проводить геологическую разведку местности, мониторинг лэб, нефтепроводов, участвовать в спасении людей. Этот самолёт укомплектован спасательным оборудованием. Здесь есть тепловизор, который на высоте 300 метров спокойно различает объекты. В салоне самолёта настоящая лаборатория. Там обрабатывается сигнал, и изображение записывается на карты памяти. Изображение самолёта в режиме реального времени передаётся в штаб. При этом в ясную погоду самолёт может находиться от этой точки на удалении до 100 километров. Уникальная аппаратура показывает объекты, которые излучают тепло, в виде световых пятен разных тонов. Устройство настолько чувствительное, что может распознать с большой высоты заведённый автомобильный двигатель и на тепло человека. Картинка наблюдается, когда максимальная дальность и прерывается связь борта с наземным комплексом. То есть у меня ещё записывающая аппаратура на борту. Если здесь что-то не удалось на земле посмотреть, после посадки, весь фильм у меня в нормальном состоянии. Иногда все эти инновации оказываются бессильны. Тогда остаётся полагаться на острое зрение людей, маневренность машины и удачу. Для таких поисков бесспорно лучше всего подходит вертолёт. В учениях по поиску пропавших людей участвует и самый продаваемый в России вертолёт американский Робинсон 44. В Штатах машина тоже очень популярна. Там даже есть специальная новостейная версия с видеокамерой и специально оборудованным местом для оператора. Робинсон Р-44 – вертолёт с оппозитным шестицилиндровым карбюраторным или инжекторным двигателем. Лётные характеристики машины с поршневым мотором сравнимы с дорогими газотурбинными вертолётами. При этом стоимость эксплуатации такого вертолёта заметно ниже. В четырёхместном Робинсоне четыре двери. Запас топлива – 227 литров. Этого вполне хватит для многочасовой спасательной операции. Сейчас мы приступим к задаче в воздухе. Мы на вертолёте Робинсон 44. Начнём поиски потерявшихся людей. В Робинсоне Р-44 прекрасный обзор. Благодаря форме кабины и аэродинамики здесь даже не требуются стеклоочистители. Между первым и вторым рядом сидений нет перегородки. Наблюдать за полётом интересно всем. Ну, это как владение автомобилем, как владение велосипедом. Это обычное транспортное средство, которое во всём мире уже не в диковинку. У нас пока в диковинку. Но, я думаю, пройдёт ещё несколько лет, и мы будем к вертолёту относиться так же, как обычной иномарке, как к транспортному средству. Сейчас мы находимся в вертолёте Робинсо 44. Вылетаем на задание. Нам нужно в определённом квадрате найти пострадавшего. Где он конкретно, мы не знаем. Нужно его найти. Работа вертолёта в поисково-спасательной операции принципиально отличается от участия самолёта. Если последний может обнаружить потерявшегося и только передать координаты для дальнейшей работы, то вертолёт в этом плане более универсален и маневрен. Сценарий поисков простой. Из штаба на борт передают координаты сектора, которые нужно обследовать, и ставят задачу. Четырёхместный вертолёт при необходимости может взять на борт пострадавших или потерявшихся. Если приземлиться в нужной точке невозможно, всю информацию передадут сухопутным группам. Робинсон Р-44 развивает скорость до 240 км в час. До квадрата поисков с аэродрома Кудинова наша машина добралась за считанные секунды. Т-35 приступил к поиску. Работаем в квадрате радиусом 600 метров от центра поиска. Вертолёт для таких поисков машина незаменимая, потому что всё видно идеально. Мы можем регулировать и высоту, и скорость. Вообще всё очень удобно и прекрасно видно. И это, конечно же, не единственное преимущество Робинсон-44. Надо сказать, что этот борт своим ходом долетел от завода из Лос-Анджелеса до России. В скором времени пилоты планируют совершить на своих Робинсонах кругосветное путешествие. При этом они не считают увлечения вертолётами развлечением. Машины постоянно поднимаются в воздух, чтобы помогать другим людям. У нас аэроклуб, и когда рядом кто-то пропадает, теряется в лесу, то приходят в том числе и к нам. Два месяца назад приблизительно я искал женщину, которая бедная всю ночь в лесу провела. Местная жительница пошла за грибами и заблудилась. Ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Люди теряются, и кто-то их должен искать. Соряя, 305-й обнаружил машину зелёного цвета, УАЗ. Людей пока не наблюдаю. Принято боевики людей. Вот мы обнаружили предполагаемую цель, это зелёный УАЗ за моей спиной. И приземлились буквально в 20 метрах. Всю информацию передали в штаб. 130-й, 305-й. Объект обнаружил. Это наш объект. Люди живы в целости. Возвращаемся на базу. Как принято приём. Хотя салон вертолёта на первый взгляд кажется простым, это обман. В стандартную комплектацию Р-44 входит съёмный комплект второго управления, регулируемые педали со стороны пилота, багажные отсеки, шумоизоляция. Приборное оборудование позволяет самым тщательным образом контролировать работу систем. Помимо тахометров, высотомера, компаса, здесь есть контрольные лампы температуры главного редуктора, сирена низкой частоты вращения несущего винта. Но успех спасательной операции главным образом зависит не от техники, а от людей. Знаете, прилетев сюда, я был очень радостно удивлён таким количеством автомобилей и добровольцев, ребят, которые создали это движение по поиску пропавших. Это радует меня по нескольким причинам. Ну, сейчас все говорят, что люди пошли циничные. Оказывается, есть ещё очень много отзывчивых людей, которые чувствуют свою личную ответственность за то, что происходит вокруг них. Это первое. И второе, ну, это гражданская позиция. И если государство не может или не хочет что-то делать, очень радостно, что граждане этого государства что-то делают, причём за свой счёт, в своё личное время. Автомобили давным-давно прочно и навсегда вошли в нашу жизнь. Стали помощниками, развлечением и даже членами семьи. Что представляет собой малая авиация на сегодняшний день? Дорогое увлечение или транспортную систему? Ответ на этот вопрос был бы очевиден, если бы над головами жужжали сотни легкомоторных самолётов и вертолётов, как в Европе или США. Каковы перспективы у малой авиации? Однозначно, пилотам становится проще летать, и всё же для них существует ещё масса препятствий. И как бы это патетично не звучало, хотят и могут изменить это только те, у кого есть крылья. Покорять небо – это мечта, за которую можно отдать многое. Только лётчики могут улететь за горизонт и разрезать винтами облака. И ради этого стоит столкнуться со всеми проблемами, которые учиняют им здесь, на Земле. Благодаря таким энтузиастам, которые любят небо больше всего на свете, и возрождается малая авиация. Впрочем, для всех остальных есть целый мир автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok